Повышение этого показателя в крови убивает ваш организм. Меня зовут Сергей Длин, я врач-невролог, остеопат, специалист по превентивной медицине. И мы сегодня поговорим про очень важный показатель в крови и процесс, за который он отвечает, для того, чтобы защитить свой организм от серьезных последствий. Повышение двух этих показателей говорит о наличии хронического воспалительного процесса в миндалинах. И чаще всего это стриптококковая инфекция, которая наносит очень серьезный удар по сердцу. То есть, фактически страдает наше сердце, страдают наши сосуды, и также хронические тензилиты и инфекция в горле бьет по суставам. У меня был один пример, у моего коллеги доктора пришел пациент, у которого было бесплодие. То есть, он просто не мог никак завести ребенка, где он только не обследовался. Это была такая кипа огромных документов различных обследований, диагнозов и лечений. Никто ничего не мог сделать. Он, являясь превентивным врачом, посмотрев его, сказал, давай-ка проверим с тобой этот показатель. И у него он был повышен просто в разы. То есть, при норме до 200 АСЛА составляло 800. И он ему сказал, что если ты полечишь свои миндалины, уберешь это хроническое воспаление, через три месяца жена забеременет. Парень был очень удивлен, но так как он уже сделал просто все, он решил последовать совету. И что вы думаете? Он был просто крайне удивлен, когда, убрав эту проблему, у него восстановился сперматогенез. Я хочу сказать о том, что хронические процессы в организме, хронические процессы миндалин являются очень опасными. И многие люди просто недооценивают те риски и тот ущерб, который это хроническое воспаление несет. То есть, казалось бы, миндалина находится здесь, а на самом деле инфекция негативно работает по всему организму. Еще один очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, что хроническое воспаление миндалин приводит к спазму мышц шеи. То есть, вообще хроническое воспаление вызывает так называемую энтезопатию, то есть, воспаление сухожилий мышц. А воспаление сухожилий мышц приведет к спазму этих мышц. Это, в свою очередь, нарушит отток крови от головы, ведь у нас организм состоит в основном из 85% вен и всего лишь 15% артерий. То есть, для организма крайне важен отток, потому что если он может дать отток, он может дать и приток. И вот этот спазм, напряжение в этой зоне вызывает нарушение оттока, вызывает повышение внутричерепного давления. То есть, человек не высыпается, вроде бы поспал, но встает разбитый, замедляется циркуляция крови и питания клеток головного мозга. А казалось бы, всего лишь миндалина, и сколько проблем может нанести. Поэтому, если у вас повышен асло, обязательно идите к лор-врачу и убирайте хронический воспалительный процесс. Если можно вылечить, лечите. Если лор-врач скажет, что там очень запущенная ситуация, нужно удалять, тогда удаляйте. И многие процессы и сбои в организме после этого восстановятся. Если хотите быть здоровыми, подписывайтесь на мой канал. Канал о том, как заботиться о своем теле, чтобы сохранять активность долгие годы. Субтитры сделал DimaTorzok